Медиаинформ продолжает свою работу в прямом эфире. Наш телефон 737-73-10. И как всегда в это время и в этой студии мы говорим о наших детях. Когда мы разговариваем со своими детьми, так или иначе, вся наша речь — это некое послание. Вот сегодня мы с Верой Игоревной попытаемся поговорить о токсичных посланиях родителей. Здравствуйте, Вера Игоревна. Добрый вечер, здравствуйте. Итак, токсичное послание. Родители посылают своим детям те послания, которые они, наверное, в общем-то, получили от своих родителей. Формулировки я имею в виду, да? Формулировки, да. Мы открываем рот, и из нашего рта льется то, что льется. Мы не думаем. Когда мы находимся в состоянии какого-то аффекта, мы не думаем. Ну, раздражение, недовольство. Это и есть аффект. Ну, я просто расшифровываю, в каких состояниях мы пребываем. Уставшие. Но вы так говорите, токсичные послания. Вот поэтому я и расшифровываю. Токсичность родителей. Существуют и такие понятия, и это сразу наводит страх на наших родителей. Что же такого мы делаем не так, и что в нас плохого, токсичного? Но когда я говорю о токсичности, у меня такая параллель. Токсичность в минимальных количествах лекарства, в больших количествах – это яд. И, очевидно, не может быть идеальным любой человек. Любой человек состоит из части нормальной и части ненормальной, неидеальной, токсичной части. И вот эти части, они настолько сплелись в нас с вами, что мы переходим плавно из одной части в другой, из части любящей безоговорочно, любящей просто потому, что я тебя люблю, к любящей при условии. Потому что. Да. Люблю потому что. Люблю потому что ты так хорошо работаешь. Ты так хорошо учишься. Люблю потому что ты будешь делать так, как я хочу. Люблю потому что ты возьмешь кредит и делаешь мне место, где я смогу потом в старости приютиться у тебя. Вот за это я тебя люблю. А другая часть любит просто. Я люблю тебя, потому что ты есть на этом свете. Я люблю тебя, потому что ты – это продолжение меня. Мы не получали высшего образования по вопросам воспитания. Мы не получали высшего образования по вопросам того, как разговаривать с детьми и как нести им ту информацию, которая в нас есть. Эту информацию в нас вложили наши мамы, а в наших мам мамы другие. И получается, как у Кассиля. А как же первая мама стала человеком? Она потихоньку вышла из обезьянки. Она вышла из обезьянки. Так и у нас. Но когда мы произносим эти фразы, мы не считаем их токсичными. Мы считаем, что мы, наверное, правильно воспитываем. Вот сейчас я хочу показать сюжет. И, наверное, некоторые родители услышат фразы, которые они произносят. И тогда мы немножечко расшифруем, о чем же мы хотим сегодня говорить. Каждый ребенок может многого достичь. Стать чемпионом. Мне плевать, что ты хочешь. Открыть новые планеты. Отец тебе задаст. Стать рук звездой. Не лезь, куда не бросит. Путешествовать. Какой же ты бестолковый. Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Каждый ребенок может многого достичь. Танцевать. Ты хуже всех в классе. Побеждать. У тебя все валится из рук. Иметь друзей. Кто ты такая? Своё мнение иметь. Стать великим художником. Не задавай дурацких вопросов. Быть самой красивой. Создать семью. Ты мне больше не дочь. С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Откажись от насилия ради лучшего будущего. Произнося какие-то такие фразы в состоянии усталости, какой-то агрессии, наших накопленных проблем, мы даже не понимаем, что мы иногда программируем ребенка. Мы их произносим не только в этом плане. Помните, как убить трупа? Начальник поругал подчиненного. Подчиненный не может ответить. Но он пришел домой, поругал жену. Жена поругала ребенка. Ребенок поругал собаку. Собака поругалась с кошкой. Кошка съела мышку. Вот такая цепная реакция проходит и в нас с вами. Но не обязательно это может быть именно в процессе аффекта. Просто в процессе какого-то воспитания, как мы себе предполагаем. В процессе назидания мы говорим определенные слова. Желая хорошего. Да, определенные конструкции. Желая, конечно, хорошего. Ну, посмотри на себя. Ну, ты же вышла из дому такая красивая. А что ж ты такая грязная? Посмотри на свое платье. А вот у Вероники платье чистое. Она вышла вместе с тобой. Что чувствует ребенок в этот момент? Во-первых, ребенок чувствует, что она не такая. Какая-то не такая. Во-вторых, она чувствует, что она не подходит маме такая, как она есть. Значит, ей нужно меняться. Раз ей нужно меняться, значит, ей нужно быть другой. А раз она должна быть другой, так зачем она вообще родилась на белом свете? У нас звонок. Послушаем звонок и продолжим. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Вера Игоревна. Здравствуйте. Я когда-то ученик вашей школы в 50-е, да? Да. Вы преподавали когда-то биологию у нас. Да. А ваш муж когда-то преподавал математику. Да. Я просто это самое... Ну, давно-то, Ваня, ну как, я не видел вас, вот, вы такие передачи ведете классные. Спасибо. Давно не видел, Андрей Перепутин, в моей фамилии. Ага. Вот. Вспомнили, Вера Игоревна. Ну... А вопрос у вас есть, мой дорогой Андрей? А? А вопрос у вас есть? Нет, я просто это самое... Я увидел своего учительства... Понятно. Ну, молодец, что позвонили. Спасибо большое. Спасибо, вы молодец. Я слышу там на фон... Детские. Детские крики и веселые, веселые детские голоса. Да, я вам желаю, чтобы в вашей жизни количество, количество токсичности, как мы сейчас говорим, было минимальным. Ну, вот, Андрей, так что смотрите нас, смотрите на свою любимую учительницу. Нам очень приятно. И, конечно, я передам мужу ваши добрые и приятные слова. Одесса, замечательно. Да, большая деревня. Но это настолько приятно. Приятно безумно. И настолько семейно. Да, да, да. Вера Егельевна, вот такое послание. Да, будь взрослым. Ну, мы говорим, ты же уже большой, а ведешь себя как маленький. Ну, как тебе не стыдно, но ты же уже вырос. Отдай малышу, ты большой. Вот это ты большой обозначает не будь взрослым. Как ни парадоксально сейчас услышат эту фразу родители. То есть мы программируем не будь взрослым. Что чувствует ребенок? Почему? Ну, в данном случае, наверное, не будь маленьким. Ну, не будь маленьким. Не будь маленьким. Это в данном случае родители немного, они хотят ребенка подогнать под себя. Причем подогнать его вне зависимости от его возраста. Если мы, ребенок где-то до трех лет, он воспринимает родителей как богов, от которых только лишь какая-то помощь и защита. Это действительно так. А к трем годам ребенок начинает первые сопротивления. Сопротивление в воспитании горшка, сопротивление в первых социализациях. И тогда родители начинают перепрыгивать. Они хотят, чтобы ребенок побыстрее стал большим. При этом унижая его. И принижая его. А у него есть ощущение, да, по-своему, по-детски, я формулирую, формулирую, как взрослый человек, да. То есть я не такой, я не ценен. Я что-то не так делаю, да. Я не ценен родителям таким, как я есть сейчас. Поэтому мне нужно что-то изменить. Я должен вести себя как взрослый. Значит, он начинает копировать взрослых тогда. Он начинает копировать взрослых. Он начинает пытаться делать так, как взрослыми. Сначала это смешно, потом это неприлично. В результате вырастает взрослый человек с инфантильными замашками, который не может устроиться в коллективе, который не может заявить о себе как о личности, потому что он не научен этому, потому что он был взрослым в три года, и вот таким он дошел до 25. Скорее всего, он не сможет даже наслаждаться жизнью. Естественно. Потому что он не знает, что это такое. Его сразу с детства. Понимаете, здесь очень много моментов. Его обрезали и в его баловстве, обрезали в его играх, то есть обрезали в развитии. Оставили только его высокость, взрослость. А взрослый человек, он не улыбается. Он серьезный. Взрослый человек не балуется. Взрослый человек не играет с машинками. Он сразу берет портфель и что-то пишет. А что пишет, его не научили. Поэтому этот человек будет тоже с очень заниженной самооценкой, но к другим он будет предъявлять очень высокие требования. Вот, казалось бы, одна фраза, если она регулярно повторяется, как бы из воспитательных целей и как бы любя ребенка. А тем не менее, посмотрите, какую картину мы нарисовали. Да, потому что каждая вариация вот этих фраз, а этих фраз где-то в каждой семье это свой набор. Свой исторический набор. И в каждой семье, но смысл у них где-то приблизительно одинаков. И этот набор ведет за собою построение вот этого жизненного цикла, жизненного сценария маленького человека. И теперь противоположное послание. Ой, какой ты маленький. Да подожди, подрастешь тогда, да? Еще успеешь. Еще успеешь. Да, оставайся маленьким. В детстве. Тебе это не нужно. Человек понимает, что он хорош только тем, когда он пускает бульбы и глупо смеется. Этим он доставляет своим родителям удовольствие. А если он будет развиваться дальше, родители могут его не воспринять. И как они его воспримут? Опыт, говорим, бульбопускательства у него уже есть. А опыт взрослости, его надо приобрести. И он боится. А родители-то не дают этого опыта. Посмотрите, мы родители, мы научаем детей вести себя как-то. А здесь мы его научили быть маленьким. Сю-сю-сю. Коза, им он смеется взахлеб. И вот это и есть идеал для этого ребенка. Самооценка, опять же, у него занижается. Он не может себя найти во взрослом коллективе. Он не может простроить отношения. Поэтому у него не простраивается отношение с противоположным полом. То есть он не может построить семью. И в результате своих неудач он возвращается опять к своей маме. К маме. Садится ей на шею и продолжает пускать своих боли. Таких мы говорим, да, инфантильнее. 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 И не хочет уходить из этого детства. Ему хорошо в этом детстве. Конечно, ему хорошо. Потому что он свой паттерн поведенческий выработал. И повернуть. Но вместе с тем он очень ригиден. Он умеет только это. И здесь он не может, он не может иначе себя вести. Потому что мама будет недовольна. В результате-то, в чем основа такого? Мама будет недовольна. Ну, либо папа. Да, кто-то будет недоволен. Кто-то из родителей, из этих богов будет недоволен. И я буду себя вести так. Я буду стараться быть удобным ребенком. А мне уже, извините, давно я не ребенок. У меня уже в возрасте Христа. Мне пора уже покорять вершины. А вершины не покоряются. И опять удобно скатиться туда. Такой регресс себе. И опять и сама оценка занижается, занижается. И он скатывается, скатывается, скатывается. Хорошо, если попадется рядом женщина, понимающая. Или мама в какой-то момент осознает свои претензии к младенчеству своего сына. И схватится, и изменит посыл. Этим она и изменит будущность своего ребенка. Развернет ситуацию. Конечно. Вот теперь очень страшное послание, которое трансформируется в «не живи». Родители, которые, может быть, не готовы были к родительским отношениям. То есть они не готовы были стать родителями. Так проще. Когда их ребенок раздражает. Когда им казалось, что ребенок — это, в общем-то, одно сплошное удовольствие. Оказывается, что он и капризничает, и плачет, и вредничает. Мало того, я когда-то родилась, мне пришлось оставить учебу. Да, я не спала ночами. И если бы не было тебя... Я бы сделала. Это мама посылает дочери в плане того, что какие подвиги она совершила для нее. А что слышит дочь? Когда ты родилась, я стала несчастной. Когда ты родилась, моя жизнь изменилась, я стала несчастной. И что? А что же в душе ребенка происходит? А ребенок, копируя вот это вот мамино послание, думает следующее. Я являюсь основой маминых несчастий. Если бы меня не было, мама была бы счастлива. Зачем я живу, лучше мне не жить. Лучше бы меня не было, да. И вот во взрослой жизни начинается такой, так называемый, саморазрушительный сценарий. То есть она либо начинает заедать вот эту свою нехорошесть, и то, что она плохо сделала для своей мамы, для своей семьи. И заедая, она полнеет, полнеет, она не получает каких-то удовольствий. Она становится на обочине жизни. И далее, то есть она будет выброшена из жизни. Она, это саморазрушение, медленное саморазрушение. Она может начать выпивать, она может начать принимать наркотики. Это медленное саморазрушение, либо быстрое саморазрушение. И все это в простых совершенно фразах, когда мы в каком-то таком состоянии часто повторяем. Отстань, уйди с глаз моих, мне надоело твое поведение. Как ты мне надоел, ты все время не вовремя. Вот, казалось бы, простые фразы, которые часто употребляемы. Вот то, что сейчас Вера Игоревна и проговорила. То есть и ребенок может стать послушным, как пластилин, чтобы только... Потому что я должен маме. Мама не спала, мама не сделала карьеру. Любой наш посыл, он состоит из нескольких частей. Он состоит из посыла, механизма посыла. Он состоит из считывания ребенком этого посыла. И он состоит из ответной реакции ребенка на этот посыл. Часто эта реакция может быть абсолютно противоположной тому, что посылал ребенок. Есть такая притча, когда один деревенский конюх продает коня. Красивый конь. Подходит покупатель. Красивый у тебя конь. Хороший конь. Конь хороший. Но смотри сам. Покупает покупатель коня. Она садится на него и на первом же повороте падает. Падает почему? Конь-то слепой возвращается на рынок. Что ж ты мне продал? А я ж тебе сказал, конь хороший. Хороший. Смотри сам. Куда ты смотрел? То есть наш посыл и те наши послания, они не всегда считываются так, как бы мы хотели. Поэтому послания должны быть правильными. То есть хорошо подумать, прежде чем говорить, что опять-таки мы сегодня пытаемся интерпретировать, как ребенок. Есть такая интересная фраза. Думай, что говоришь. Думай, что говоришь. Когда говоришь, что думаешь. Думай, 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 да? Да. Да, в песне. Устыжение. Я вижу тебя насквозь. Ты от меня ничего не скроешь. Я выведу тебя на чистую воду. Вот как в нашем ролике, да, я отцу скажу, и он тебе даст. Вот этот джентльменский набор, да? Да, это критика ребенка, которая показывает на меня неудобство. На неудобство. И у тебя нет совести. У тебя нет совести. Ну, как будто бы правильно. Ну, дети эгоистичные, дети эгоистичные. Действительно, они иногда бессовестно себя ведут по отношению к родителям. Да, и вот я могу прийти домой, и у меня безумно болит голова, я лягу, а ребенок придет ко мне и начинает. Я хочу играть, я хочу играть, давай играть. У меня болит голова. Нет, ну давай играть. Да сколько я могу тебе говорить, у меня болит голова. Ты мне уже надоел с этим. Вот и пожалуйста. Или школьные годы, да? Да. Ты сделал уроки, иди делай уроки, иди делай уроки, иди делай уроки. Давай посмотрим, что ты сделал. Ты ничего не сделал. Ага, я вижу тебя насквозь. Ты опять хочешь, ты мультики хочешь смотреть, или ты хочешь, там, не знаю, фильм смотреть, или чем-то еще. Я тебя вижу, я знаю, ты, я знаю, что у тебя нет совести, ты не прав. Я знаю, что ты мне надоел со своими какими-то дурацкими разговорами. То есть вот этот джентльменский проброс. Этот набор показывает на то, что ребенок тоже не устраивает какой-то частью своего родителя. И у ребенка могут возникнуть психосоматические заболевания. Это у ребенка, я имею в виду не ребенка, вот вы сказали, а вот они возникли. Нет, это может быть совсем другой момент. А вот его путем накапления, да. Абсолютно. Оно накапливается, и он вообще вам выдаст вот эту свою психосоматику тогда, когда вам она не нужна. Вы собираетесь в отпуск со своим мужем в счастье. А тут у ребенка начинается диарея, у него диатез, у него начинается высокая температура, у него ларингит и фарингит, и голова болит, и горлышко болит. И вот это все психосоматические заболевания, заболевания, которые порождены психикой ребенка, нарушенной маминами благодеяниями и маминами токсичными посланиями. И вот говоря, еще возвращаясь к устыжению, да, когда мы демонстрируем свою какую-то, ну, наверное, власть, да, свое превосходство над ребенком, что может еще произойти с ребенком, да, то есть ребенок, застыженному ребенку очень трудно брать на себя какую-то ответственность, потому что он понимает, что он уже не сможет с этим справиться. У тебя все равно не получится. У тебя все равно, вот еще фраза, да, нет, у тебя все равно не получится, да. Ты даже не пробуй, у тебя все равно ничего не получится, у тебя руки растут не из того места. Отойди, не мешай, даже не пробуй, и даже не думай об этом. Это все обрезает ребенку пути развития Мы просто вот так берем и обрезаем И думая о том, что мы делаем хорошо Да, вот в сию минуту ребенок обиделся на нас И ребенок ушел в свой угол И ребенок играет Боже, у нас такой хороший ребенок Он сидит в своей комнате И тихонечко играет Он никому не мешает Но ребенок вам не нужен Он там отдельно сидит от вас И вас не волнует, что он там делает Вот вроде бы позитивная Картинка, да, безупречная А на самом деле Это картинка, которая показывает на то Что ваши токсичные То есть безразличные к ребенку Моменты или части А вы должны понять Что человек — это как большая мозаичная картина Есть части белые В смысле не белые Ну как вот как радуга А есть части черные И вот вы должны понимать Что эти части Они соизмеримы И над каждой частью Вы можете Сами с собой Вести контроль Показать? Да Показать Показать Вот для того, чтобы вы могли понять Я хочу вам показать вот такую вот диаграмму Сейчас я одену очки Как прилично А я попрошу на режиссерском пульте Пожалуйста, чуть-чуть тише разговаривайте Они, наверное, обсуждают Да, они, наверное, обсуждают Заболевания Смотрите Вот такая диаграмма Диаграмма график Где по оси координат Мы с вами видим От 1 до 10 К шкалу оценивания И вот эти вот 5 5 столбиков Если вы захотите Попробуйте так вот разными карандашами На листке просто нарисовать Внизу у вас, у нас отрицательные И очень, очень отрицательные Очень негативные И очень позитивные Критикующий родитель Редитель, который постоянно критикует Все, что делает ребенок А сверху, безусловно, принимающий Далее Вот где вы на этой шкале поставили бы себя И своего мужа Или тот, кто имеет прямое воспитание Лучше себя Да, лучше себя Да, безразличный родитель Очень внимательный родитель Родитель, который мало заботится о ребенке Очень заботливый родитель Контролирующий родитель Родитель, который преподносит Или предъявляет низкие требования для ребенка И который очень много требующий ребенка Он требует, чтобы ребенок был идеальным Безупречный. Стань таким, как я хочу. Да. Вы проводите с ребенком мало времени, вы проводите с ребенком много времени. Вы вот выставьте на каком-то уровне себе черточки, и вы увидите. Вот, например, это не значит, что вы плохая мать или плохой отец. У вас плохая семья. Если, например, у вас в графе, сколько времени вы проводите с ребенком, будет, например, тройка. Всем понятно, что бизнес-леди очень занята своей работой, но существуют выходные дни. Но существуют праздники, в которых вы можете больше времени уделить своему ребенку. Тогда ребенок будет, тогда вот это малое время в течение недели, оно будет компенсировано. Но что значит, я еще раз повторю, и еще раз вы увидите, насколько вы, будем говорить, токсичный родитель или нетоксичный. Дело в том, что токсичные родители есть тоже. Это родители, которые пьют. Родители, которые не сдерживают себя, применяя физическую силу к ребенку. Родители, которые могут себя не проконтролировать в плане сексуальном. Психологический и физический абьюз в семье, это, к сожалению, это то, что есть. Но я боюсь, что эти родители нас с вами не смотрят, и поэтому... Ну, я должна сказать об этом, что такое тоже есть, существует и такое тоже. Но основная масса родителей – это нормальные родители. Хорошие родители. Хорошие родители, да. В которых вот эта часть токсичности тоже присутствует. Мы всегда оговариваемся, что нас не учили быть родителями, поэтому мы вот так подробно, потому что, чтобы вы просто понаблюдали за собой, и, может быть, вы заметите какие-то фразы, которые вы действительно чрезмерно употребляете, а потом, оказывается, услышав нас, оказывается, что эта фраза токсичная называется. Ну, дело в том, что токсичными могут быть не только фразы. Конечно. Токсичными может быть и мимика. Токсичными могут быть и ваши жесты. Токсичными может быть и интонация. Слушаем звонок, Вера Игоревна, да? Да, извините. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Что-то как вакуум. Не получилось, наверное. Ну, продолжаем тогда, Вера Игоревна. Да, продолжаем разговор, как говорил Винни-Пух. Токсичность, вот, например, какая ты сегодня красивая. Сразу понятно. Ну, понятно. То есть мимика, жест, конечно. А дети считывают очень точно. Мало того, что считывают очень точно, они еще и в своем ракурсе это все и про себя, будем говорить, трансформируют. И они понимают это все немного иначе. Поэтому с ними надо разговаривать на правильном языке. На правильном языке. Вот на этом мы, на правильном языке мы сделаем запятую. Уйдем на несколько минут на рекламу и продолжим разговор. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ